Вести эту тему Я очень люблю из истории христианства некоторые такие периоды, допустим, время реформации, очень люблю Вот 16-го столетия, да, реформация, Лютер, Кальвин, Аннобаптисты Но мы не пойдем на запад, мы будем на восторге И, друзья, братья и сестры, слава Иисусу Христу, слава нашему Господу и Богу Спасителю 13-й урок истории христианской церкви Сегодня я хотел бы рассказать о некоторых малоизвестных вообще периодах в истории христианства На прошлых уроках я говорил о таком времени смешания с язычеством, да Время, когда смешивалось христианство с язычеством, истинная ложь Даже того, что вы услышали в эти дни, уже достаточно, чтобы понять, что на самом деле все очень далеко зашло В христианстве историческом и, в общем-то, требовалась большая реформа, большая реформация Многие наши люди хорошо знают или слышали, по крайней мере, многое О реформации 16-го столетия О лютере, кальвине, о анабаптистах О том, как в том далеком 16-м столетии, 5 столетий назад, 500 лет назад Постепенно христианство стало выруливать именно к Евангелию, к Библии Подниматься Если изобразить графиком, то до 1517-го года христианство, оно чаще всего скатывалось вниз По наклонной уходило от Бога, и чем дальше, тем больше Но вот с того самого 1517-го года, кстати, октябрь 17-го года, 31-го октября Вот недавно отмечали мы как раз День Великой Реформации 31-го октября Для кого-то это Хэллоуин, для кого-то это День Всех Святых Но вообще-то именно в этот день, да, сатанисты, там, сектанты празднуют Рождество Люцифера, как бы там, Диабола, там, значит Но сатанинское Рождество в Москве, там были такие надписи, там, на этих, на заборах, там, кошек мучили, там, на кладбищах Готой, значит Ну, как бы, в общем-то, каждый по-своему праздновал Кто-то тыкву там со свечой ставил у себя во дворе, значит Но, там, в Подмосковье было чудно так видеть возле домиков эти тыквы со свечами, значит Ну, немного жуковато, конечно Но, в общем-то, кто как празднует 31-го октября Но для христиан этот день, это День Победы День, когда водрузилось Знамя Реформации Именно, почему 31-го октября? Потому что это был День Всех Святых И в том немецком городке, в этом захолустье, в Лютерштадте нынешнем, тогдашнем Биттенберге Небольшой немецкий городок, знаете ли Но там был большой костел построен, большая церковь, большое здание, большой храм Который был посвящен как раз празднику всех святых Которые по католической традиции празднуются как раз 31-го октября И, в общем-то, поэтому 31-го октября раз в году со всей Германии Народ сходился, паломников было очень много И с юга, и с разных немецких земель Мы знаем, что Германия тогда была разрозненной Были разные очень такие, как бы, территории германские Но были праздники обвиняющие как раз немцев Ну, в частности, католиков Все были католиками тогда в Европе Нельзя было в то время, допустим, выйти из католичной церкви И начать новую, допустим, церковь Но Лютеру это удалось Это было божьим чудом настоящим Потому что все те, кто пытался что-то такое сделать И даже заявлять о своем несогласии с вероучениями католической церкви Просто-напросто, или православной церкви Просто-напросто отправляли на костер И особо не церемонились ни на востоке, ни на западе Да, и лучше все-таки выключать Я сам, пожалуйста, попадал прямо за кафедрой Телефон начинал звонить А, кстати, не в Иерусалиме, а в этом В Назарете Тамошний раввин мессианский научил Интересная у меня молитва такая В начале служения он там помолился Говорит, достанем телефоны и помолимся Благословен Бог наш, давший на мобильную связь И повелевший отключать Время служения Думаю, здорово, интересно Ну, мне это очень понравилось Да, друзья И, значит, я о многом хочу с ней рассказать Но вот, коль начала реформации Так пару слов еще об этом времени уникальном На самом деле, сегодня очень много Как бы ругают, критикуют Лютера Насчет Кальвина И вот тех первых реформаторов Но, знаете ли, как правило, критикуют их те, кто Сами ничего не делают И, как правило, критикуют их те, кто Окажись они в то время, в ту эпоху Я думаю, что Не осмелились бы эти люди поднять знамя реформации Знаете ли, то, что Лютер прошел Что он рисковал жизнью Почти, ну, большую часть своей жизни земной Был под угрозой смерти Что люди видели, как их товарищи погибали на кострах Знаете ли И, однако же, поднять знамя реформации Это было очень мужественным делом Хотя он, Лютер, мы знаем из его писем Из его посланий Не был идеалом Далеко не идеальная личность И со своими проблемами И он так Даже выйдя из католицизма Он так и не порвал вот эту пуповину Оккультную, религиозную, католическую Пуповину, эту, греха Во многом он оставался антисемитом Да, это правда Хотя на фоне антисемитизма Тогдашнего католицизма Это было вообще, так скажем Это цветочки были И, в общем-то Таким же педобаптистом он остался То есть он, по-прежнему, крестил младенцев И, как бы, считал это Ну, раз это принято, значит, так надо сделать Вот, оставался во многих своих заблуждениях И другие реформаторы 16-го столетия тоже не были идеальными личностями Да, в общем-то, что идеал искать У нас только одна идеальная личность В Библии, в жизни, да Это Иисус Христос Даже Илья написано Был подобный нам человек Он не был идеальным героем Не супермен такой Но он был похожий на нас Обычный человек Но он помолился, и небо было закрыто А потом помолился, и небо открылось О чем это говорит? Что Бог, Он не требует с нас Снимать с неба звезды Но делать то, что мы можем делать Быть верным Ему И приносить рот в Царство Божье Слава Богу! Конечно, значит, тогда Церковь переживала большой такой упадок В целом христианство мировое И слава Богу за Лютера Слава Богу за вот тех реформаторов первых Что подняли знамя реформации И Лютер в своем храме всех святых В Виттенберге Примил 95 тезисов Которые вынесли в свет на обсуждение Такие темы, о которых люди Лишь могли только среди своих поговорить Где-то на кухне Но не решались во всеуслышание Обсуждать такие темы В частности, вопросы об индульгенциях Кстати, большинство реформаторов В 16 веке они поднялись Протестой против индульгенции Помните, я вам говорил как-то на лекциях О так называемых мытарствах Блаженной Феодоры Помните, я говорил там Из этого лжеучения Которое было в 940 году записано С основедения одного монаха Родилось там откровение такое ложное О 9-40 днях и прочее Знаете ли, такие полуоккультные и оккультные учения А смысл этого откровения в том Что якобы спасаются добрыми делами Своими человеком Искупляют свои грехи Это очень такое мерзкое учение Но оно сохранилось Так вот, на Западе Оно стало известно как учение об Чистилище Чистилище На Востоке, как в Православии Я говорю Восток, значит Православие В Православии, как учение о матарстве До сих пор это очень неизвестно А на Западе, как учение о Чистилище Но хрен и редьки не слаще Я говорю, это одного поля Ягода просто, как бы Одно и то же лжеучение Просто под разным соусом подается В общем-то В Западной Европе Это учение просто додумано И вот я вам расскажу пару моментов Как додумали в Западной Европе Это лжеучение Они представили себе Допустим, какой-то брат пошел По матарствам И он там откупился на Чистилище На одном, помните, да, сам принцип Что добрые и злые дела Взвешивались на весах И, допустим, один пошел Откупился очень запросто даже У него там мешок добрых дел А, значит, плохих там Ну, вообще, очень мало И, а второй брат пошел И вот и там обвесили И там, значит, недомолили его И там, значит, у него не хватило добрых дел И все, он застрял И там, и там над ним издеваются И богословы западноевропейские подумали А нельзя ли бы взять немного добрых дел У первого брата И поделиться со вторым братом Сказано, сделано Родилось откровение Родилось лжеучение Которое до сих пор существует, к сожалению Значит, у наших западных братьев До сих пор Римы-католики верят В святые индульгенции Это является до сих пор Уже пять столетий прошло реформации Со времен начала реформации По этапному обновлению мирового христианства Но до сих пор в римском католицизме Есть доктрина о святых индульгенциях И, конечно, нет сейчас Как вот пять столетий назад Таких вульгарных, таких, знаете ли Распродаж этих индульгенций Нет сейчас скидок этих Вот, как были тогда До 50% на праздники Допустим, на Пасху, на Рождество На престольные праздники Сейчас направо-налево там Не распродают, знаете ли Вот эти прощения грехов Но сам принцип порочный остался Сегодня по карте визы Можно, в принципе, просто-напросто безналично Оплатить и можно получить Значит, по электронной почте Распечатать сертификат Повесить себе на стеночку Вот ты прощенный в грехах твоих Но, правда, сегодня много оговоров Сегодня это учение, оно как бы доделано Ты должен быть католиком Ты должен быть религиозным Ты должен иметь священника Священник должен за тебя поручиться Что ты каешься Что ты именно, как бы, раскаиваешься в своих грехах И как бы, чтобы тебе помочь Как бы, считается, вот церковь Может тебе протянуть руку к помощи И... Но сама вот эта подлость Этого лжеучения в том, что Отпущение грехов предлагается Не за счет того, что Написано в Библии Христос умер за нас, да? А именно за счет Излишков добрых дел Святых умерших Преподобных, мучеников Святителей То есть, получается Доктрина, это говорит о том, что Можно не только заработать Самому спасению Но и переработать А вот эти излишки добрых дел Ты можешь за кого-то Значит, себя спас И спаси Какого-то парня Кого-то возле себя И, значит, получается Здесь Иисус, он Лишь постольку поскольку Спасение за счет Добрых дел святых И поэтому В средние века Такое бурное мифотворчество Началось Переписывали Жития святых Всевозможные Такие факты Вдруг обнаруживались Допустим, там он на столбе Простоял 10 лет Прописали 20 Кто считал там? Значит, там, допустим Он там что-то сделал То есть, приписки были Массовые приписки Создавались новые святые Буквально из ничего Мифы создавались На ровном месте Кому-то снился сон Как, допустим, было на Руси На Руси было не меньше Этого мифотворчества Допустим Много раз такие были Записанные истории Находили чьи-то останки Допустим, расширяли храмы Или там что-то еще Находили останки Вроде монах Значит, там, допустим Да А кто такой, мы не знаем И кому-то из этих, там, допустим Отцов Они молились Постились На эту сему Является какой-то там Покойник И говорит Это мои останки Кто ты? Меня зовут Так-то, так-то Я жил когда-то и тогда-то Значит, там И я святой, там, я сейчас на небесах Там, и вообще Вот тебе мое житие И обычно Вот и через такие сновидения Порой и откровенные видения Как бы Рождались новые культы Записывались И создавался новый культ Как, допустим, на Руси был случай С одним этим Еродимом Не еродимый, но оно Столбник Столбник Значит, который жил на дереве В России обычно не на столбах А на деревьях Жили в дуплах, больших деревьев Жили монахи Столбники Знаете ли, ни зверь, ни птица Значит, волосатые Когтястые Они жили в дуплах деревьев И князь выехал на охоту В своем Ну, будем так говорить В своем лесу Со своими ребятами Он поехал на охоту И Видит вдруг Знаете ли Как говорится, он вначале стрелял Потом спрашивал, кто это Белка? No, sir Он, значит, вдруг увидел Вот это, да Что за экземпляр такой Значит, знаете ли Йети Это не такое Соловья-разбойник Значит, типа соловья-разбойник Что такое, да Сидит такой, значит Когтястая Значит, однозначно Когтястая Очень волосатая Значит Ни зверь, ни птица Знаете ли И он, значит, стрельнул А потом, когда подскакал Значит, видит Это, оказывается, человек Да, при том еще, видимо, святой какой-то Потому что на нем крестов Вы знаете ли Значит, всяких там Немерено Значит И по, значит, лохмотьям Определили, что это Не просто лохмотья там Бабжа какого-то А это монашеские какие-то лохмотья Знаете ли, значит Поэтому А слуги прискакали Как князь Это дурной знак Ты, видимо, убил святого человека Значит Но, как бы Но теперь Как минимум 7 лет невезения у тебя В твоем царстве И 10 красней египетских Значит Одним словом Князь был в шоке Он посоветовался с митрополитом Митрополит, конечно, насчитал ему Кругленькую сумму За все это Потому что, говорит Снился сон Кому-то из братьев Это очень святой Вообще Мега святой монах Значит И вообще Он такой когтястый Просто он такой Особо святой И, значит Хотя мы не знаем Как его зовут Но потом узнаем Значит И потом Значит Записали, что То есть Из ничего родили легенду Князь выделил казну Очень большую сумму На этом месте построили Храм Потом монастырь Значит Там заказенный счет Жили монахи Там молили задушенного князя Чтобы Значит Ему там простилось Это все Вот, значит И А этого Волосатого Когтястого Полумонаха Полубомжа Жившего в дубле дерева Просто-напросто Для него сделали Из золота Серебра Рамку Для поклонений И много столетий Подряд Продолжался Этот культ До сих пор Его останки Где-то там Ходят по Храмам Монастырям То есть Вот таким образом Рождались мифы Сегодня Вы скажете Ну это было когда-то Да, допустим По сей час Вот Как раз Пастор сказал Случай Вот что сейчас В Москве происходит Да Это в наше время 21 столетие уже Люди с высшими образованиями Становятся в очереди Километровые очереди А к поясу Богородица Приложиться Ох Ужас Значит Я сам помню Конечно Тоже чудил Но Но не до такой степени Хотя тоже был Религиозным Довольно-таки Молодым священником Который тоже Вот как бы Ну к святым мощам Каким-то Я тоже бывал Да, вообще Что там судить Я тоже В этом всем жил Хотя бывают случаи Особые, конечно Как вот в Виннице Допустим В Украине У меня там много друзей В Виннице Я там бываю иногда И там один мой друг Он пастор церкви Он чернокожий сам Афро-украинец Значит Родом из Ганы Фредерик его зовут Пастор Фредди Значит Он очень черный брат такой Жена у него белая Украинка А дети такой Молочный шоколад В России Очень интересная Красивая семья такая вообще Значит И Очень добрая семья церковь Называется Христа Воскресшего церковь И вот значит И Когда я первый раз приезжал К ним Фредерик говорит Так и так Батюшка Поговорите с нашими православными А то вот они с ума сошли Они пеньку поклоняются Я думаю Я тоже чудил Не до такой степени Что пеньку поклоняться уже Я думаю Наверное он что-то не так понял Он протестант Тем более с чужой культурой Мало ли может не так понял Что Может там что-то нарисовано Допустим Может там какая-то там Ну не знаю Икона там Оказывается Мы заезжали На самом деле Вот значит Прямо возле храма Часовня такая Заходили в нее В эту часовню Мы Тогда значит И смотрю На самом деле Посреди часовни Пенек стоит Не низок так И не высок Такой православный пенек В губной помаде Матушка оттирают Ворчат Значит Но понимаете С трех сторон огороженный он А спереди такая подставка Такая вот значит Ну Подколенник Да Чтобы на колени И прям в пенек Да Но не сразу Матушки вот эти вот Они так Аля монашки В черном таком Значит Они вначале Посылают всех Заходящих По периметру Пройтись И поцеловать Все чурки Ствол дерева Порезан на чурочки Такие И все это Развешано По периметру Этой часовни Но там еще Несколько икон В разбавку А так в основном Чурки весят Ну что Чуркистан Или Украина Это Что это такое Представьте себе Люди идут Целуя всех чурок Насчет Все чурки А потом В пенек Значит Но там Опять таки Эту истерию Религиозную Раздули местные СМИ Вообще-то А потому что Они там Написали Всякие статьи Там в газетах Там по телевидению Мол там чудеса Мол Да Место экстрасенсы Говорили Что их там зашкаливает Вообще Женщины беременеют Вообще там Там такое происходит Вообще там В этой Виннице Вот тебе пенек А что же родится Тогда если женщина Там забеременеет Это Буратино родится Что ли получается Не знаю Папа Карло Вот Не Вообще Я так рассуждаю Что Беспредел И это не просто Знаете ли Я думал Какие-то Суеверные люди Собрали Все поставили Часовню Это все Официальные власти Одобряют Религиозные Церковные власти Вот А история такая Что возле храма Росло дерево большое Священник Нанял бригаду Чтобы они спилили Это дерево Убрали Значит Оно было старинным Большим И могло завалиться Так вот И Эти Рабочие Обратили внимание Что Кольца на пеньке Необычной формы И бригадиру Показало Что это крест В виде креста Как бы Хотя там Пофантазировать Можно что угодно Пофантазировать Знаете Ну правда Необычной формы На пеньке Эти были кольца И вот И священник Признал Что это Святое древо В епархии Подтвердили Московского Париархата Украинская Православная Церковь Московского Париархата Объявила Что это Святое древо Там отовсюду Из России Со всей Украины Приезжают паломники Все покупают Эти наборы Такие Там кора дерева Веточки Листочки А с другой стороны Под пленочком Все это А с другой стороны Молитва Святому древу И люди покупают Маленькие наборы Недорого Там буквально Пару долларов А значит А большие наборы Там уже Там посерьезнее сумма Вот значит Там и коры не пожалеют И листочков Там побольше Знаете И вот И люди покупали И покупают И один венецкий журналист Решил этих аферистов Религиозных В рясах Разоблачить Просто-напросто У него все было нормально С арифметикой Он почитал Сколько за эти годы Кубометров Было продано Этого дерева Получилось Целая рощица Даже По приблизительным Знаете ли Таким подсчетам Целая рощица Он просто-напросто Проконтролировал Там неделю-две Значит Продажи И потом Значит там Ну Поинтересовался Сколько вообще продают Там за месяц Допустим И оказалось точно Что оказывается Продают Очень много Этого дерева И Но когда Аферистов Этих Выбили На чистую воду Эту епархию Знаете ли И все Божья роса Этот батюшка Он написал В местную газету Как бы Наш ответ Чембермену Значит Что написал Что так вот так Мол Это чудо Это чудо Понимаете Умножение Как у Иисуса Было умножение хлеба Да Умножение рыбок А это дерево Якобы Мы там порезали Это дерево Все 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 А потом Расфасовали Приходим Снова Туда Как называется В храм Да Да Здесь Батарейка Да Вот такое чудо Вот такие чудотворцы Якобы Значит Вот это все Растет Дерево растет Они на утро Приходят А дерево Опять растет Представляете Кошмар Да Вот такие вот дела Кстати До сих пор Чудо продолжается Вот откуда фраза Деньги рубят Да Ну да Видимо да Ну а что я скажу Самый наглый аферист Это религиозный аферист Я думаю Почему Потому что Такого рода Аферисты Наживаются На самых таких Ну как бы Светлых Ну Как бы Человеческих Таких Мотивах Что ли Человек ищет Богу Потому что Потому что Человек ищет Бога И знаете ли К сожалению Ему вместо хлеба Получается Дают Вот этот камень А вместо рыбы Змею Вот этого Религиозного Оккультизма Подсунут Знаете ли Змею Вот такая история И кстати Это не единичная история И таких историй Очень и очень много А плюс еще Истории другие Их очень много Я знаю десятки Таких историй Когда там Иконы плачут Знаете ли О чем плачет Дева там Паком слезы льет Непонятно вообще То там кровавые слезы То значит там Обычные слезы То значит Миру плачет Такое пахучее Масло такое Я не знаю Кстати Новое поколение В этом плане Имеет опыт Определенной Борьбы с такими чудесами Значит Есть Город Першатравенск По-русски Первомайск Значит Днепропетровской области Там пастор Тищенко Я в них бывал Не раз И значит И там мне историю рассказали Пастор Тищенко Рассказал такую историю Потрясающую Значит К ним Туда В город Привозили Эту икону Плачущую Которая значит Плакала на взрыв Значит Во всех храмах Во всей Украине Фактически Знаете ли Много людей Видела все это Там ажиотаж Такой А В Першатравенске Все было по-другому Знаете почему Потому что там Примерно Десятая часть Всего населения города Члены этой церкви Представьте себе То есть Протестантский город Там куда ни пойди Везде там Будь благословен Халилюя Шалом Там как бы Рыба Немеряна На этих Машинах Значит Там вообще Вот Значит И как бы Ну Удивительно И вот А мы решили Говорить Да И батюшка местный Он взял И как бы Приласил эту икону Чтобы Епархию Чтобы прислали эту икону Чтобы значит Оживить религиозную жизнь Как бы В его городке А только сектанты Расплодились Говорит Немеряно А православных Все меньше Скульки носа Вообще И вот И И привезли икону И икона не плачет Значит Там Ну Факт констатировали А почему Потому что Накануне Новый поколение Взяло пост и молитву Пастор Тищенко Взял микрофон Говорит Братья Сестры Давайте Будем серьезно К этому относиться Давайте помолимся Так Чтобы У нас Она Не плакала Нам Не надо Пусть смеется Но не плачет У нас Город Харитматический Вообще И все Значит И батюшка Был вынужден Факт констатировать Вышел На Вон Вперед И объявил В храме Так и так Видимо Город наш Проклятый Вообще Говорит Везде По всей Украине Плачет А здесь Сухо Все дни Икона Сухая Хоть бы что Хотя бы Слизинка Знаете Ну ладно Но вообще Конечно Феномен Нечеотворных Икон Как раз Показывает Откровенно Демоническую Сущность Иконопочитания Иконопоклонения Если бы Не это То Можно было бы Как-то Поверить Вот этим Словоблудом Мол Я не самой Иконе Поклоняюсь А первообразу Через этот образ Но Правда жизни Показывает нам Как раз Глупость Подобных заявлений Их Необоснованность Потому что Как раз Люди верят В феномен Чеотворных Икон Ну и Другие чудеса Вот еще Брат Задавал вопрос В начале Получается Семинара Я так и не ответил Вот Приберег Напоследок Ответ Потому что Вопрос Я думаю Многих из вас Беспокоит Вопрос этот Потому что По российским Каналам В СМИ По телевидению Очень часто Об этом говорят Перед Пасхой И вот Я думаю Что перед Пасхой 2012 года Опять Будет массированная Просто промывка Мозгов Населения Российского Дело в том Что Говорят Что якобы Огонь Сходит на Пасху Огонь на Пасху И настолько Это Как последние Десятилетия Как бы Вдалбливалось В сознание Населения Что многие Люди Чуть не на Хапилот Отвечают Что Наша вера Истинна Почему У нас На Пасху Огонь Сходит Представьте Вера Миллионов Людей Держится Сегодня Даже Религиозно Грамотных Людей Держится Сегодня На факте Ложном Держится На каком-то Огне Сходящем На Пасху В храме Иерусалимском Там в Иерусалиме Храме Гроба Господнего Само конечно название Уже пугающее Я там был в этом храме Но скажу Немного так вот Настораживает Даже само название Храм Гроба Господнего Наверное для дьявола Трудно было лучше Выдумать вообще Название для храма Потому как Мечта Дьявола В том Чтобы Иисуса Либо похоронили И он не воскрес И вообще Чтобы был гроб Но не было Самого живого Бога И люди Лопызают гроб Люди лопызают гробницу Думая Что это гроб Иисуса Христа Хотя Во всех Путеводителях Иерусалима Можете прочесть Информацию Небольшую Или более подробную Информацию О том Что уже доказано Археологами Однозначно Что там не мог быть Гроб Иисуса Христа Потому что Ну просто в те времена В древности Не так представляли себе Как раз стены Времен Второго храма Стены Города И в том месте Был город А не за городом Это было место А похоронить Иисуса не могли В городе В черте города А за городом За стеной Поэтому Вышло недоразумение В четвертом веке Особо не напрягались С тем Чтобы Знаете ли Вот и будут проверять Царица Елена Вот это вот Как бы Ну такая аферистка С большой буквы Религиозная Знаете ли Мать Константин Великого Она наверное Даже не помышляла Что через там Полторы тысячи лет Ее разоблачат Но в общем-то Но ее ложь Очень сильно Крепко держалась Все эти столетия До сих пор До сих пор Даже когда уже Казалось бы Разоблачили Ее ложь До сих пор Ей верят Как святой И что якобы Царица Елена Я поясняю Она как бы Нашла этот крест И нашла Гробницу Нашла эти места Как бы связанные С жизнью Христа И смертью Воскресеньем Британский Английский Генерал Гордон Нашел Как считается Место Которое Ну вот сегодня Согласно научных данных Уже Процентов 99 Можно предполагать Что это именно место Где Иисус Был распят И похоронен Но Англичане Протестанты Сделали очень правильно Во время британского Мандата Генерал Гордон Занимался больше Не военной наукой А археологией Его солдаты Его армии Больше занимались Копанием И археологическими Изысканиями И очень много Открытий было В то время Как раз И насчет Археологических Потому что Генерал Гордон Он был еще историком По образованиям И он больше занимался Наукой Чем военной наукой Больше исторической наукой И вот И нашли Это место Которое Было Реально За стенами Нашли Фундаменты Этих стен Разрушенных Время Второго Храма Нашли И вот Именно Место Которое Было За городом И Недалеко От дороги Как раз И очень Напоминает Когда раскопали Убрали все Лишние вещи Костяк Реально Этой горы Напоминает Череп Человеческий И рядом Сад Ну Нашли Свидетельство Того Что там был Сад На самом деле В те времена Времена Второго Храма И плюс Еще Нашли Гробницы И Гробницы Богатые Притом Что было Очень нетипично И необычно Для этой находки И Ну Были Другие Еще Предположения Почему Это может быть Местом Как раз Именно Распятия И воскресения Потом Христа И его Гробницей Но Протестанты Англичане Сделали правильно Они не сделали Из этого Шоу Они не стали Поклоняться Там разбили парк Цветочки Очень красивое место Просто для отдыха Побыть там Помолиться Уединиться И На Предлагаемом месте Чтобы не было Поклонения Написали Его здесь нет Он воскрес Слава Богу То есть Все Пожалуйста Не делайте Не поклоняйтесь Он воскрес Иисус воскрес И это очень правильно Было сделано Считаю Но к сожалению На том традиционном месте Поклонения Где якобы Огонь сходит Там до сих пор Поклоняются Лобоза Камни Такое Гнетущее Состояние Я не был на Пасху Я был уже после Пасхи Но Знаете Впечатление Такое было Не очень приятное А потом Оказывается Меня что насторожило И тогда Еще Во время поездки И до поездки Насторожило то Что Вот эта вера В схождении огня Она только лишь В бывшем Советском Союзе Распространяется Все остальные Православные церкви По всему миру В это не верят Значит Меня это насторажило И раньше Но Когда я был там Уже Я об этом размышлял Почему Там много Греческих священников Там много Священников С разных Других Православных церквей Но никто из них Не верит в огонь Почему именно Лишь на территории Бывшего Союза Есть эта вера Ну кроме Армении Может быть Кроме там Некоторых регионов В принципе Почти по всему Союзу Есть эта вера Особенно в России В Украине В Белоруссии Вот Где массировано Российские СМИ Как раз распространяли И распространяют Подобную информацию Вот Слава Богу Я в эти дни Немного ругал Кураева Так Значит Не скупился На слова Некоторые такие Но Сегодня похвалю я его Сегодняшним днем Потому что Не то чтобы Значит все так изменилось Нет По прежнему Я говорю Пусть Бог даст ему покаяние Значит изменения Но Последние годы Я вижу его эволюцию Такую К Евангелию Постепенно Такую Может внутреннюю реформацию Не знаю И Я зауважал его очень сильно Когда Узнал такую вещь Что он первый Из православной иерархии Все Значит именно Духовенство Российского Русской православной церкви Кто Открыто выступил Против этого Священного огня Думаю Слава Богу Нашелся порядочный человек Нашелся Человек который не побоялся Думаю Слава Богу Бог за него очень сильно Благословит конечно Значит Голос Вобьющий в пустыне Русской православной церкви Значит И Диакон Кураев Просто-напросто Забил тревогу Очень серьезную Что вера в миллионов людей Зависит от Ложного Вот этого Чуда Якобы схождения огня И Слава Богу Кураев опубликовал Интервью С патриархом Иерусалимским На русском языке Я сделал перевод Это интервью Значит То интервью Которое публиковали По всему миру В Америке в частности В православных церквях Я приезжал Когда В американские Православные церкви И в Европе Тоже был в православных церквях Там Мне вопрос Один из первых вопросов Задавали Неужели русские Православные верят В то что огонь сходит Там Или это просто Ну как бы Вот Значит Очередную там Грязь в сторону России Я говорю Нет Реально верят Я говорю Я реально знаю Что верят В то что Это А почему верят Наши люди Потому что Телевизору Ящику Очень большая вера У нас Значит И если сказали По ящику Значит Это правда Значит Этому бывать Вот И Хотя я разговаривал Со священниками Допустим Брянскими Которые я знал хорошо Они были там На Пасху Целая делегация была Значит Я потом спрашивал Значит Ну Я сам еще был Священником традиционным Тогда И как бы Тоже верил в это все Хотя Временами не верил Временами верил И я спросил Этих священников Значит После приезда Я говорю Ну вот Реально Ну Как бы Огонь сходит Наверное Сходит Но раз Все говорят Ну Не скажешь Что король Голый Понимаете Значит Сходит Они были на Пасху Всю ночь Были там На служении Там были На внутри храма Вот Но Как бы Реально Вот Среди своих Разговоров Среди священников Они Лишь плечами Плечами Пожимали Наверное Сходит Но Они не видели Были там Я потом Вспоминал Знаете ли Историю С этим С плачущим Николаем Вторым Икону Николая Второго Привезли В Одессу Поставили ее На видное место В соборе Кафедральном И объявили Что мол Царь плачет По поводу Отделения Украины Короче Такой Заказной Политический Плач Значит И Так вот Есть профессиональная Плакальщица Да Есть икона Плачущая На заказ Значит Партии И вот Значит Представляете себе Толпа людей Одесситы Очень любят Посмотреть Что-то новенькое Смотрели Ходили Но ничего Не видели Но признаться В том Что король Голый Не решались Выглядеть Менее духовными Не хотели Наверное Люди Значит Или ждали Все-таки Плача Так вот И журналист Местный Он сам Не с Одессы Был С Одесской области Теперь он в Киеве Живет Он еще Об этом писал Подробно Он задал вопрос Священнику Настоятелю этого собора Что Почему Некоторые видят Некоторые не видят Вот я не видел Допустим Все эти дни Я занимал очередь Стоял Был там Но не видел А перед ним А перед ним Была женщина Которая явно Была Нездоровой Так психически Кликуши называют Эх на Руси Называли Она видела Вдруг Эту слезу Как бы Скатилась Слеза Я не вижу Я следом Иду Я не вижу Ничего И батюшка Сказал ему Это не всем Дано еще Увидеть Ты не удостоился Как бы У тебя там Третий глаз Как бы Еще не открыт Еще Ты не видишь Ничего Ну понятно И что дальше По поводу огня Просто-напросто Из-за того Что каждый год Православные туристы Паломники С ожогами Разными Попадали И попадают В клиники Иерусалима Потому что Доверяя телевизору Люди пытаются На самом деле Опалять Свои даже Волосы Порой Представляете Руки И с ожогами Порой попадают В клиники Иерусалима Поэтому Много было нареканий В израильских газетах На православную Традицию Жечь себя Огнем И поэтому Патриарх был вынужден Обратиться С таким Открытым интервью И высказал он Как раз Именно Вот все Что он думал О русских туристах Он сказал Что никто Не обжигается Почему-то Кроме Русских паломников Потому что С других стран Православных Никому в голову Не приходят Экспериментировать С огнем Зажигать свои Руки Волосы Тем более Знаете ли Но он Обвинил Именно как раз В разжигании Этой нездоровой веры Этого суеверия Российские СМИ Потому что И спецслужбы Российские Потому что В принципе Как раз С конца 80-х Началась Реальная промывка Мозгов Вот этим ложным чудом Если допустим До начала 80-х До середины 80-х Эта вера Была лишь уделом Отдельных Суеверных Старух Простите Но это не было Учением Я не знал Ни одного священника Допустим Даже в 88-м Еще В семинарии Кто бы верил В эту веру Но Начиная Вот как раз С 88-го Среди священников Повально Началось увлечение Этой верой Люди доверяют Телевизору Я считаю Это провокация Российских спецслужб И российского телевидения Откровенный Водыб Заказное чудо Вымышленное чудо Ложное чудо Так вот И патриарх Иерусалимский Тот самый На которого Русский ящик Говорит Что Телевидение Говорит Что якобы Он принимает огонь На Пасху Якобы его там Обыскивают Якобы там проверяют Зажигалки Или спички У него есть Спрашивают его Куришь не куришь Там что-то еще Шутка И знаете Он сам этот Патриарх Просто-напросто Сказал Что ничего такого И нет И не было И не ожидаем Мы этого Не ожидаем Но огонь Называем Святым Не потому что Он зажигается Сверхъестественно А потому что Это святая ночь Потому что Это Пасха Потому что Для нас огонь Это образ Зажигания свечи Это образ Воскресения Христа Но не больше И он Попытался Русским туристам Паломникам Через это интервью Донести следующее Чтобы они больше На следующую Пасху Не пробовали Зажигать свои волосы Хотя священники Предупреждали Русских туристов Они знали Об этой традиции Нелепой традиции Вот значит И Потом Сделали разоблачение Вот этих программ Которые до сих пор Распространяются По На видеодисках Распространяются По храмам По всей России Фактически И по Украине В Украине В Киеве В Печерской Лавре Я видел отдельно Целый диск Записан Именно с этой программой И с интервью Священников Якобы Которые Были свидетелями Этого Святого Огня Откровенные воды Аферизм И все это продается По сей день Представляете себе Даже после того Как Патриарх Полностью Эта елесть Разоблачил И заявил Что такого Никогда не было И нет Не то чтобы Сейчас нет Некоторые Некоторым православным Я объясняю Что этого нет Огня Они говорят Ну видимо по грехам Нашим Уже Антихрист Видимо пришел Поэтому и нет огня А вообще-то Как бы Раньше было И не было его Никогда За всю историю Храма Существования Храма Четвертого Пятого Шестого Столетий Знаете ли Не было ни одного Пасхального служения Зафиксировано Где был бы огонь Какой-то сверхъестественный Вожженный огонь Вот и Представляете себе Насколько подлые Вот эти чекисты Значит И вот эти телевизиончики Те кто замутили Вот эту Провокацию Вопрос Для меня Скажу так Очень такой Серьезный Передо мной Был вопрос Кому это надо Для чего Это надо Есть разные Конечно Объяснения Почему это все До сих пор Распространяется Вот Но я скажу так Что чудеса Нужны Церковь Она Это чудесный Институт Будем так говорить Да Если На таких Ложных чудесах Строится вера Миллионов людей То возможно Что завтра Кремлевским Хозяевам Не нужна Будет Религия И Нужна Будет Снова Допустим Атеистическая Идеология И как Сделать Чтобы Вот Повторилось Только в еще Большей Степени То что Было в 20-е годы Массированная Антирелигиозная Пропаганда Как допустим Сделать Из Десятков Миллионов Православных Номинальных Пусть даже Десятки Миллионов Атеистов И Притом Воинствующих Атеистов Очень просто Как Ленин Сделал В 20-е годы Массовые Разоблачения Ложных чудес Православной Церкви И так Но тогда Не было Телевидения Хотя Ленин Говорил Что кино Это Сильнейший Из искусств Или важнейший Из искусств В общем-то Сегодня Через телевидение Просто-напросто Можно сделать Чудо Настоящее чудо Можно в течение Месяца-двух Разрушить Все то Что строилось Вообще Годами этими Веру Религиозную Вера пустая Вера бестолковая Знаете ли Вот вера Огонь сходящий Или мощи Негниющие Эта вера Не выдерживает Никакой критики Научной Библейской Практической Жизненной Практической Хотя есть Конечно Такие люди Что говорили И говорят Ну как говорят Пусть говорят Малых и вправ Пусть говорят Значит Знаете ли Вот мол Там нему Помогает Кому-то помогло Всегда кому-то помогло В чем-то Кому-то Что-то помогает Я не знаю Что Я не знаю Кто По-разному бывает Но что-то помогает Как допустим Помните ли Феномен НЛО Одно время Очень популярный Такой Всплеск был Увлечений НЛО И Задолго еще до нас В Америке Было нечто подобное Там тоже После Второй мировой Прям всплеск Интереса НЛО И группа журналистов Решила Ну проверить Такой психологический Тест Такой сделать Просто Договорились Со свидетелями Там Ну Группа лиц Приехала На такую Дорогу Допустим В такое-то время Внимательно Осмотрели Все Никаких там Аномальных явлений Не было Подписались Документально Чтобы это было Что На таком-то Там Допустим Участке Дороги Такой-то И не было Ничего Абсолютно И Но в газетах Местных Пустили ложную информацию Что так и так Мол Якобы На таком-то Отрезка Дороги Такое-то Время Как раз Видели Неопознанный Летающий Объект И Из него Что-то Попадало Ну Прочее И Подписались Научные Сотрудники Какие-то Участвовавшие В этом Эксперименте Которые Попросили Очевидцев Этого Происшествия Позвонить Написать Как-то Отреагировать Сотни Писем Сотни Свидетелей Притом Начиная От Ну Писем С психушек Будем так Говорить Это отдельная Статья Но Это как бы Таких Немного Потом Когда Уже Объявили Всем этим Людям Объявили Ну Нормально Что Это Был Эксперимент Что на самом-то Деле Вот Документ Утверждающий Что на самом-то Ничего не было И Участники Признались В газете Большая статья Все В других газетах Публиковали Что не было Ничего На самом-то Деле Но Было интересно Проверить Как люди Адреагируют И потом Люди признавались Почему они написали Что якобы Были свидетелем Притом С подробностями Свидетелями Оказалось Многие из них Просто хотели Прославиться Просто хотели Где-то Промелькнуть Где-то В новостях Некоторые Вопросом Вопросом этим Занимался Почему Потому что Мне Как Православному Священнику Тогда Традиционалисту Выходящему Из православия Традиционного И В 96 В 97 Годах Я Расспрашивал Ну Бывало Цельноправленно Бывало Не специально Так вот Получалось Разговаривал С людьми С разными Православными Религиозными Где-то В монастырях Допустим И они Говорили мне Что им помогло Потом Реально Понимал Что Реально Ничего Не помогло Но они Упишли Что Помогло Им И Вопрос Еще другой Конечно Я понимаю Что Могут быть И реальные Чудеса И я Сам В жизни Много Реальных Чудес Повидел Тоже Но Скажу Так Что Если Человек Он пережил Благое Даяние От Бога На самом деле Да Значит Он будет Славить Бога Он не будет Проставлять Что-то Еще Или Кого-то Еще А будет Бога Проставлять И я думаю Что Вот эта Страшная Диверсия Идеологическая Большая Диверсия Против России Против Украины Белоруссии Против Славянских Стран Русскоязычных Вообще Христиан Большая Идеологическая Диверсия Вот уже Продолжающиеся Годов Диверсия О том Что якобы Огонь Сходит на Пасху Вера Строится Созидается Искусственно Религиозная Вера И истерия Религиозная Ну умеренная Довольно И конечно же Без фанатизма Особого Хотя Бывают И отдельные Эксцессы С обожженными Людьми Но в принципе В основном Люди не бросаются На Пасху Под огонь Хотя бывают Такие случаи Каждый год Люди попадаются Жопами В Иерусалим Это известный факт Хотя священники Московские Как комментировали Ожоги Москвичи Пострадавшие Приезжали Православные Религиозные Но им говорили Как священники Реальный факт Я знаю Говорили так Что это недостаток Вашей веры Вы Хотя Как Именно Религиозные Именно верующие Бросались Экспериментировать С огнем Это не просто Руссо-турист Приехал Там С банка пива И со свечой Стоит Нет Именно религиозные Те кто спим Просто в храме Стоят со свечой Они там Себя не обжигают Как раз Вот Таких тоже Нам товарищей хватает И Знаете ли что Скажу Что На мой взгляд Один из сценариев Сегодняшних Руководителей Кремля Насчет Именно Чекистской власти Один из вариантов Это возродить Советский Союз Но Советский Союз Он не возродится Без идеологии Коммунистической Без идеологии Атеистической Чтобы возродить Идеологию Атеистическую Некоторые думают Что Это очень Долго Надо На самом деле Мое убеждение Что это очень Быстро Можно сделать Имея Таких технологий Сегодня И такие Ложные чудеса Разоблачая Можно сделать Атеистами Десятки Миллионов Людей В течении Месяца Ленину удалось Это сделать В течении Несколько лет Сегодня можно Сделать Это гораздо Короче Ленину Как удалось И безбожникам Тогдашним Удалось Отвратить От религии Людей Каким образом Они Были психологами Коммунисты Большевики Не были дураками Однозначно Они понимали То что понимал Еще до них Достоевский Помните Его Письма Его Как раз Последние годы жизни Публикации его Очень такие Довольно таки Пессимистичные Правда Письма И их читать Не очень приятно Честно говоря Но одно из этих Его Как бы Писем Достоевского Как раз Именно Очень Пророчески Звучит Он написал Что русский народ По природе Свои атеист И дальше Он писал Что если Когда-нибудь В истории Атеизм Именно Он Придет Что-то батарейки Опять садятся Видимо Лекции Такие Темы такие важные Что Батарейки Не выдерживают Да Или пора уже Прирыв делать Да Я извиняюсь Да Я уже затянул Наверное Хорошо Давайте мы тогда Отдохнем Дальше Отдохнем Продолжение следует